В этом видео я продолжаю рассказывать и показывать премиум плагины для компонента DJ-класса Fields, Joomla. Конкретно в этом видео я хочу показать вам интересный плагин, который позволит улучшить SEO-показатели. Этот плагин служит только для одного. Если пользователь удаляет свои объявления, то есть, соответственно, эти объявления, они подхватываются поисковиками, индексируются, и через поисковик люди могут попадать на эти объявления. И если пользователь удалит объявление, то, по идее, пользователь из интернета увидит ошибку 404, страница не найдена, то есть, переходя из поисковика на удаленное объявление. Это своего рода немножко неправильно, да? То есть, сразу этот трафик отваливается, то есть, эти люди, они уйдут с вашего сайта дальше искать. Соответственно, нужен какой-то инструмент, который бы позволял показывать, что объявление вроде удалено, но ссылка, страница, она целая, с информацией об объявлении. Здесь на странице разработчику можете видеть, как это примерно выглядит. Вообще, полезный плагин. Давайте рассмотрим, установим его, посмотрим, как он работает. Плагин, естественно, платный. После покупки на компьютере он имеет такое вот название. Соответственно, давайте посмотрим, как выглядит до применения этого плагина, что происходит. Вот у меня есть мое объявление. Вот оно здесь. Если я его хочу убрать, то есть, нажимаю удалить, подтверждаю действие, одно объявление удалил. Сейчас, видимо, страницу с этим объявлением, обновляюсь, то ошибки нет, но у меня вылазит сообщение. Объявление недоступно. То есть, ну, вот такой вот момент, да? Давайте посмотрим, как это будет выглядеть с включенным плагином. Итак, я иду в админку, устанавливаю данный плагин. Устанавливаю, как обычно. Установка плагина успешно завершена. Перейдем давайте в плагины. В плагинах видим данный плагин. Включаем его. Он настроек не имеет. После активации данного плагина вы можете перейти в компонент. Тут появится новый пункт меню. Он будет называться «Призрачное объявление». Это удаленное объявление. Здесь администратор, то есть вы можете видеть все удаленные объявления. И теперь самое главное, как это будет выглядеть на сайте. Давайте удалим какое-то еще объявление. Но сначала перейдем на него, чтобы мы видели, как это выглядит на фронтальной части сайта. Вот это объявление, которое пока еще не удалено. Теперь я его удаляю. Подтверждаю действие. Перехожу на страницу «Объявление». Обновляюсь. И видим вот такую вот картину. То есть уже, в принципе, действует этот плагин. Иначе бы мы здесь ничего не увидели с вами. По-русски это, видите, помечено лейблом «Призрачное объявление». Ну, не знаю, в принципе, можно бы использовать этот плагин. Но, скорее всего, вот эти переводы на русский для нас, для России, я думаю, это не очень актуальное название. Для нас это будет простым, понятным языком, если здесь будет написано не «Призрачное объявление», а «Объявление удалено». Ну и, соответственно, здесь вот тоже на английском языке, тоже бы переименовать на русский. А так, в целом, плагин выполняет свою функцию вполне нормально. Давайте еще раз протестируем в админке «Призрачное объявление». Действительно, сюда попадают удаленные объявления. Здесь они будут храниться, вы здесь их сможете видеть. Также показана дата, когда удалено объявление, кто автор этого объявления, когда оно было создано, истекает и так далее. Продолжение следует...